Кажется, мне придется заново снимать. Я не понимаю, почему, но камера просто отключилась. Я надеюсь, это не случится снова. Ладно, так как я оптимист, будем пробовать снова. Снова здравствуйте! Для вас это не снова, для меня это снова. Всем привет, меня зовут Альдана, и сегодня я буду говорить о такой замечательной книге, как Робинзон Круцер. Я уверена, вы все о ней слышали, все ее знаете. Ну, а если же вы все-таки о ней ничего не слышали и не знаете, то пару слов об этой книге. Эту книгу написал английский писатель Даниэль Дефо. Эта книга приняла слайму наибольший успех. Он также написал продолжение первой части Робинзона Круцера, еще две книги, которые не стали такими популярными и масштабными, как первая часть. Даниэль Дефо считается одним из основоположников романа как жанра в Великобритании. Собственно, говоря о самой книге, о своем произведении, о чем это. Эта книга, я на самом деле не знала, о чем она, я прочитала просто вот здесь такой, не знаю даже, как это называется. Ой, моя учительница по литературе, простите меня, пожалуйста. Эта книга о Робинзоне Крудзе, это англичанин, который хотел стать богатым, нелегальным путем. Вот, и случается так, что он попадает один на необитаемый остров, и эта книга о том, что он делает, живя на этом острове, как он живет, какие у него мысли, к чему приходит, и что с ним в конце концов случается. Ну, в общем, это коротко об этой книге, я постараюсь снимать видео без спойлеров, и сейчас хочу назвать пять причин, почему стоит начать читать эту книгу, вот, и давайте я проверю камеру, не выключилась ли она. Первое, на что я обратила внимание, когда я начала читать эту книгу, это то, что книга написана от первого лица, и именно это стало первой причиной, потому что книги, когда написано от первого лица, они по-другому проживаются, ты прям чувствуешь это все на себе, чувствуешь мысли, как будто автор может больше рассказать, передать, когда использует такой прием писать через первое лицо. Вот, и для меня это было неожиданно и приятно, потому что я давно не читала книги, которые начинаются с «я», там «думал-думал», то-то-то-то, в общем, это очень клево и интересно читать. Вторая причина — это то, что книга сама с первых страниц нас уже захватывает, несмотря на то, что она уже написана от первого лица, так она еще и такая, что ты читаешь и хочешь дальше, еще читаешь и дальше хочешь, не хочешь бросать эту книжку. Вот, книжка, кстати, достаточно маленькая, тут 270-260 страниц, с первых страниц она захватывает, у меня были такие моменты, что я говорила себе, все, я сейчас до сюда дочитаю и дальше пойду по делам. Но когда дочитала до этого момента, я понимала, что нет, я хочу еще почитать. Как она написана, как автор все это рассказывает, очень интересно, поэтому это причина, почему стоит ее читать. Третья причина — книга напоминает нам о том, что нужно быть благодарным и ценить то, что у нас есть. Вообще, я даже не знаю, что сказать, комментировать здесь, просто она напоминает об этом, и я надеюсь, что это напоминание мне очень надолго хватит, чтобы я об этом не забывала. В книге также можем увидеть, какой труд стоит за изобретениями или открытием чего-либо, и именно выход из зоны комфорта позволяет нам распахнуть дверь, это так сказать, придумать что-то новое, наш разум просто как-то меняется, и ты начинаешь действовать совсем по-другому. Поэтому здесь также можно проследить такие моменты, как изобретение каких-то вещей, ну, как сказать, изобретение. Короче, показывает, какой труд стоит со всем, всем, что есть. И последняя, пятая причина — это то, что эта книга классика, ее стоит прочитать уже, потому что она классическое произведение, и я думаю, она такой является, потому что она очень многому учит, помимо того, что я назвала. Каждый, я думаю, возьмет что-то для себя. Это та книга, которую можно обсуждать с, не знаю, какой-нибудь небольшой компанией. Мне интересно вообще, есть ли люди, кому она не понравилась, я бы хотела поговорить с ними, почему не понравилась, что такого, зацепила или не зацепила. Да, просто потому что это классическое произведение, его стоит уже прочитать. Мне было бы на самом деле интересно послушать, почитать ваши комментарии внизу, понравилась вам эта книга или нет, что зацепила, что думаете. В общем, очень будет интересно дальше продолжить обсуждать эту книгу. Она очень потрясающая, очень удивительная и многому учит, поэтому я очень хочу, чтобы каждый из вас прочитал эту прекрасную книгу. Так, что еще сказать. Да, на этом все. На самом деле я снимала такие, ну не снимала, раньше в инстаграме я писала посты о книгах, когда в 10-11 классе я начинала только читать. Ну, именно увлеченно. Я писала посты по каждой книге, какие у меня мысли были, потому что у меня есть такое свойство, я забываю, о чем была книга после прочтения, ну где-то месяца, через три я точно забуду. Вот, я писала посты, чтобы помнить эти ощущения, как, что мне понравилось, не понравилось, что зацепило, не зацепило. И сейчас, так как я вернулась к регулярному чтению, я думаю снимать периодически такие видео о книгах, почему стоит их прочитать, или же еще о каких-нибудь моментах. Поэтому, если вам нравится такая идея, то напишите об этом. На этом я, наверное, закончу свой мини-влог. Большое вам спасибо за просмотр. Оставайтесь дома, берегите себя. И всем добра. С вами была Литана. С вами была Литана. С вами была Литана.